Что мы с вами делали в прошлый раз? Мы с вами определили глоткие моделайзи и мы обсудили глоткие функции и мы начали обсуждать постательный век Что мы с вами сделали? Мы с вами отметили, что можно определить в любом случае как наборы чисел преобразуешь при заявлении координат есть координатное отображение альфа здесь у нас карта х1 и так далее х1 и х1 локальные координаты я рассказал в прошлый раз как мы понимали функции я надеюсь, что вы понимаете что на самом деле имеются в виду х1 альфа и так далее х на альфа но мы эту альфу как всегда опускаем тогда что есть у нас точка с вектор х х это набор координат то есть мы видим что х это у нас в локальных координатах х1 и так далее и так далее и так далее и так далее как мы с вами обсудили штрих это не просто номер но у нас вообще другой набор и что тогда штрих нужно преобразовывать по такому минимизативному заходу и суммирование что мы заметили что у нас тогда можно определить производную вдоль ха от функции в точке а которую мы определяем следующим образом мы делаем частные производные по локальным координатам в точке а умножаем на координаты вектор х там естественно другие суммированные и мы проверили значит что это определение оно корректно в том смысле что если меня координаты то тогда значит здесь получается ровно то же самое вот значит это привело нас в связи о том что мы можем когда взять и определить вектор как дифференцирование всего причин которые мы видим сегодня это работает только в случае цели бесконечности на гора значит что мы сделали мы с вами взяли и определили что такое дифференцирование в точке а значит d это дифференцирование в точке а значит если д это положение из гладких функций которые строго говорят в какой-то окрестности а то есть на любой окрестности содержащей а то есть если вы знаете что такое ростки вы тогда понимаете что на самом деле действует на раскар функции в точке а а сейчас это не важно значит в а с такими свойствами что у нас дифференцирование от суммы функций это сумма дифференцирований а второе свойство значит то что у нас дифференциал от произведения устроен а это дифференциал первой функции это значение значение g в точке а плюс значение f в точке а на дифференцирование то есть такая штука называется дифференцирование значит ясно что dx это дифференцирование легко проверить вот такая штука она вот этим способом определяет что мы хотим мы хотим мы хотим доказать что если у нас бесконечность многообразия то тогда у нас никаких дифференцирований кроме вот таких нет поэтому мы сможем с вами определить те, которые просто как дифференцирование но давайте мы из этого выведем кое-что во-первых значит мне нужно доказать следующее что d от 1 умножить на 1 это d от 1 на 1 плюс 1 на d от 1 это просто 2d от единицы из этого стоит что у нас дифференциалы от единицы у нас окажут дифференциалы от любой константы у нас тоже теперь нам понадобится одна такая лемма из ананима я ее сформулирую лемма значит вот пусть у нас f она значит c бесконечность в окрестности точки а значит тогда значит у нас f которая от x1 до xn локально может быть представлена так f в точке а значит это у меня констант будет будет значит у нее будет сумма значит частных производных при x и т в точке а умножить на x и т минус а и т значит это координаты точки а на плюс а дальше будет такая сумма ниже здесь будет стоять x и т минус а и т на x житая минус а а здесь дальше будет стоять на какие-то функции h и житая цель и т и т и т и т и т и т и т это просто странный способ написать остаточный член в форме т и т и т и т и т и т значит смотрите в чем здесь специфика этой формулы почему все дальнейшее будет работать только в цифре скалики потому что на самом деле вот эта штука имеет гладкость на два раза меньше чем вот То есть если бы это у нас степень, это у нас из ЦК, то вот это из ЦК минус 2. Поэтому если бы у нас дифференцирование определялось бы на функциях ЦК, то мы бы потом доказательства не смогли ее применить к вот этой штуке, потому что она у нас в меньшей гладкости. Эта лемма, я думаю, у учебных условий еще есть, выводится. Я забыл, как она выводится, но, скорее всего, типа дифференцирования по частям. Сейчас я не попытаюсь вывести это для простейшего случая, когда у меня это одномерный случай. Я хочу написать у меня f , что я знаю, что это у меня там интеграл, типа от нуля и до х от f' dt. Так, значит, что я хочу сделать дальше? Я хочу взять и написать это как 1 умножить на f' от f' dt. Т' это единица, значит, это равно то же самое. А теперь я хочу взять и проинтегрировать это дело по частям. Что у меня будет? У меня будет, значит, у меня, значит, u' на v. Значит, что у меня будет uv от нуля и до х, то есть у меня, значит, будет tf' от t от нуля и до х, минус, а здесь, значит, мне будет 4, значит, t от нуля и до х. Значит, я перекину это вот туда, значит, у меня будет t на f' от t dt. Значит, что у меня будет? Если я поставлю х, у меня, значит, здесь будет x на f' от x. Да, значит, сейчас, сейчас плохо получается. Нет, ну, смотрите, я не пишу для случаев, когда a0, меня смущает то, что мне хотелось, чтобы не получилось x на f' от нуля, но мне получается не так. Сейчас, 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 сейчас. ай, 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 ай. Одну секунду я выгляну, всё-таки не выгляну. Может, один минус . Да, да, один минус . Давайте попробуем. Если я здесь напишу минус, а тут я напишу один минус . Да, здесь у меня будет минус один минус t, а здесь у меня тогда будет плюс один минус . Но у меня тогда получится какая-то ерунгия. Да, у меня получилось, что у меня получится просто... Нет, вообще, какая-то ерунда выглядит. А, что x минус . А, ещё можно. Да, да, да. А, ещё можно. Да, x минус . Да, x у нас, это у нас там, конечно. Константа, вот это мне нравится больше. Если у меня x минус . Тогда что значит? Здесь у меня, если я поставлю x, у меня будет ноль. Если я поставлю ноль, у меня тогда получится здесь минус x. Так, сейчас. У нас проблемы со знаками. Что там происходит? Там порядка плюс. Так что, почитается. Женя, ну и ефь, конечно. А, может, x минус. Да, с минусом. Если это будет вот вот это, а здесь... А, вот так. Вот чай-то сейчас это дело, оно закрутится, да. А теперь вот это я должен написать, как вот это дело в квадрате и ещё штрих. И это уходить мне придётся... Сейчас... Нет, а... Аккуратно надо, сейчас. Аккуратно. Аккуратно. Значит, мне хочется, чтобы у меня получился здесь x в квадрате. Тогда мне здесь нужно написать, значит, всё это в квадрате и ещё штрих, так сказать, да. Но чтобы, значит, мне... Чтобы у меня от этого не поплохело, мне тогда надо... Значит, одну вторую из... Вот сюда. Да. А, смотрите, здесь, так как сумма по ежи, каждый входит дважды, поэтому двойка там не нужна. А здесь мне нужно написать какую-то ерунду типа, тогда чего, значит... А, ну, сейчас. Мне будет, что двойка съестся на x минус t на производное этого дела по t, поэтому мне ещё понадобится... Вот так. Да? Ну, вот. Один. И будет вот это самая практика от t, dt. И что-то у меня останется как и есть. А дальше здесь у меня напишется, значит, минус 1 2 x минус t в квадрате на f 2 штриха... А, нет, сейчас, 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 сейчас. Нет, мне нужны состатки лучше. Нет, не вспомню сейчас, не буду брать. Ну, в общем, давайте, давайте, так, я сейчас замету следы. Вот, как-то мне не удалось сходу это делать, как бы, но, значит, этот факт верный. Так называют, что-то типа литерином аморса, но получить его, значит, тупым интегрированием по частям я не судя, бог не. Будем этим пользоваться. Смотрите, вот у меня d, это какое-то дифференцирование. Да? Очень хорошо. Смотрите, я пишу, что d от f равно. Смотрите, f у меня, это сумма славянь, так ли? Значит, d от суммы, это сумма d. Хорошо, то есть у меня будет d от f от а. f от а у меня, это константа, поэтому это у меня 0. Далее, что у меня будет, что? Смотрите, значит, давайте я добавлю еще одно упражнение здесь, уже очень особенное. d от константа умножить на функцию, это c на d. Это сразу следует из этого и из стружества Ленинса. Просто почему? Смотрите, вот это у меня числа, поэтому у меня получится плюс вот эти вот штуки умножить на d от вот этой радости. Окей. Дальше будет плюс сумма g. А дальше смотрите, у меня тройное произведение. Не трудно доказать, что если у вас есть двойное тождество Ленинса, то у вас из него следует тройное тоже. Дальше будет. Можно сказать, что d от f, g, h равно, да? Поэтому, кто у меня будет? Смотрите, у меня здесь будет d от x, i, t минус a, i, t на x, j, t минус a, j, t в точке a на h, j, t в точке a. Ну, смотрите, это же у меня 0 в точке a. а здесь у меня будет , а здесь у меня будет х, i, t минус a, i, t, i, в точке a, j, tPi, h, t, i, t в точке a. А здесь у меня будет, значит, х, i, t минус a, i, t, i, t, t, и, t, и, t, t, tk. в точке А, которая у меня 0, умножить на d от хжитое минус аж, то умножить на шиль и житое в точке А. Плюс, например, вы понимаете, здесь у меня будет хитое минус айтое в точке А, которая у меня 0, на d от аж. Поэтому, смотрите, чему бы там не было равно d от аж, чтобы у меня не было аж, у меня получается вот такая штука. Смотрите, вот это вот у меня, это некоторые константы, вот это у меня функция, да? Вот я к этой функции применяю d, у меня получается результат. Какой-то будет результат, какой-то, это число. Дифференцирование от функции это какое-то число. Давайте я это число обозначу за х и d. Тогда у меня здесь, у меня получается вот такая штука. Ну что это такое? Это в точности то же самое, что дифференцирование f вдоль вектора х вот такими вот координатами. Смотрите, у меня никаких других дифференцирований вдоль какого-то вектора просто нет. Вот. Поэтому, значит, мы можем взять и, собственность, такое вот эквивалентное определение штрих, да? Значит, у нас с этой бесконечности в многообразии, значит, касательные векторы. Значит, это дифференцирование. Вот. Это определение очень удобное, как вы увидите, потому что оно позволяет нам многие вещи определять достаточно просто. Так. Мысли, по-моему, в прошлый раз про дифференцирование уже говорили, да? Отлично. Да. Давайте я так скажу ещё одну вещь. Почему два этих определения, они хороши? Как только они работают, то в целых они эквивалентны, то в третьих из них легко видно то, что касательные векторы образуют векторные пространства. Потому что ясно, что сумма дифференцирования – это дифференцирование, сумма набора экзон-чиси, вот снова набора экзон-чиси, их можно умножать на чисто и и так далее, да? Давайте мы заметим, что, значит, множество касательных векторов в точке А в векторной пространстве. Мы, значит, раньше обозначаем ТАР, значит, и понятно, что размерность этого пространства равна просто размерности Р. Почему? Потому что если вы определяете через набор из Н чисел, то понятно, что это просто РН. А здесь, ну как, у вас это пространство, у которого размерность равна сущности количеству координат. Поэтому, значит, это тоже ясно. Есть всякие другие определения, которые там, они якобы более диетические и так далее, но они очень муторные, чтобы определить структуру ненавидимого пространства. Например, вы можете сказать, что вот у вас есть многообразие, вот у меня, значит, есть точка, давайте я буду рассматривать, значит, кривые. И мы будем говорить, что две кривые эквивалентны, если в какой-то карте, значит, в какой-то карте у двух этих кривых один и тот же касательный вектор. Значит, дальше мы доказываем, что если мы перейдем в другую карту, то у этих двух кривых опять будет общий касательный вектор. Мы можем определить касательный вектор как класс эквивалентность кривых, но здесь очень сложно определить операцию сложения, потому что класс эквивалентности кривых никак не сложишь, на самом деле. Поэтому вы здесь можете определить операцию эквивалентного пространства только доказав, что это эквивалентно к какому-то из этих описаний. Это определение, хотя генетическое я не люблю, в качестве упражнения может доказать, что оно идёт на тему, которая у нас уже была. Очень хорошо. Теперь, значит, мы поедем дальше. Вот мы с вами в прошлый раз уже обсуждали, что у нас функции перемещаются. Если у нас есть отображение f в эту сторону, то тогда у нас есть отображение гладких функций, которые движутся в обратную сторону. Определение очень простое, значит, первая гнездочка от φ – это просто φ-композиция с f, т.е. у нас на n есть функция φ-котовое отображение в вещественные числа, а тут у нас есть m, мы взяли f, ну тогда у нас вот эта вот композиция, значит, φ на f – это у нас новая функция на n. Т.е. у нас, если точки идут в эту сторону, то функции едут вот в эту сторону. Теперь… Нет, слушайте, я же мог хотела дифференциалу. А, так, всё понял, если ты читаешь слишком много курсов в разных местах, то ты уже не помнишь, где с чего определила, а где нет. Это я определял? Да. Отлично. Так, смотрите. Теперь пусть у меня есть f, а у меня f. Вот у меня точка а, а вот у меня точка f от а. У меня здесь есть касательная пространство. Вот точка а переходит в точку f от а, и тогда я уверял, что у меня тогда касательный вектор в точке а перемещается в касательный вектор в точке f от а. То есть я хочу под вот этим дальше продолжить эти стрелочки в следующую вещь. Вот здесь у меня есть касательное пространство к m в точке а, а здесь касательное пространство к m в точке f от а, тогда у меня здесь есть отображение вот в эту сторону, которое называется дифференциал f в точке а. в точке а. Смотрите. Кстати, давайте мы добавим с вами по одну вещь, чтобы мы с вами увидели, что мы векторы можем отождествить с дифференцированием. То есть у нас x находится в взаимно однозначном соответствии с дифференцированием вдоль x. Поэтому мы будем отождествлять векторы с дифференцированием вдоль него. Поэтому у меня вот x, у которого вот координаты там x1 и далее xn, он отождествляется с дифференциальным оператором, который значит x1d по dx1 плюс xn на d по dx1. Так ведь? Поэтому мы будем в дальнейшем просто считать, что у нас вот это вот и есть вектор. Понимаете? Мы считаем, что мы пишем вектор всегда именно так. В частности, из этого следует, что вы можете считать, что у вас d по dx1, d по dxn – это просто базис в векторах. То есть, если у вас x1 и так далее, xn – это локальные координаты, тогда у вас d по dx1, d по dxn – это у вас базис. То есть, смотрите, когда я пишу вот такую вещь, я понимаю, что это дифференциальные операторы, в то же время это вектор, который действует как дифференцирование вдоль первой координаты. Поэтому, смотрите, вместо dxf мы теперь будем писать вопрос dxf. Ну, потому что x как дифференцирование действует на функцию. В первое время вам это будет казаться странным, но потом вы настолько предупреждаете, что вектор это есть дифференцирование, что вы даже замечательно будете. Очень хорошо. Отлично. Я хочу взять и открыть теперь дифференциал. Он определяется очень естественным образом. Смотрите, вот у меня x – это значит дифференцирование в точке f на n, а вот это уже на n. То есть если я хочу определить это, я хочу сказать, что я должен объяснить, как я это применяю к гладким функциям на n. Вот я должен взять и сказать, что по определению это действует так. А все очень просто. Смотрите, я не разом это написал. Вот у нас функции отсюда едут вот сюда. Это обозначает, что я могу взять φ и сделать себя звездочкой φ. Вот это у меня уже, вот это вот. Это у меня функция гладкая на m. Но у меня x – это дифференцирование на m, но я возьму x по всему и поэтому не применю. То есть смотрите, как бы у нас есть просто такая шутка. то есть смотрите, я могу x отправить в dAx и его применить потом к функции φ, а могу сделать по-другому. Вот у меня была функция φ здесь. Значит, что я делаю? Вот это у меня жизнь на m, а это у меня жизнь на m. А с другой стороны, я не могу наоборот поступить. У меня была вот эта самая φ на m, я ее отправлю на m. Значит, она превратится в f , а дальше я ее превращу в x . Но вот это и вот это у меня равно. И это у меня определяет вот этот дифференциал. Давайте мы сейчас посмотрим, что это значит в координатах. Координаты. Значит, вот у меня есть мое m. Вот у меня точка A. Вот у меня здесь есть локальные координаты x1 и xr. А вот у меня есть, значит, тут n. И вот тут у меня в окрестной цепочке f от A у меня есть локальные координаты y1, ym. Вот здесь у меня есть A. Это выражение f. Значит, f в координатах имеет вид, что у меня y1 — это какая-то функция x1 и так далее, xm. Отлично. Отлично. Теперь мы считаем. Все честно, без обмана. Вот фи у меня функция на f. Это значит, что локально она записывается как функция от y. Вот так вот. Теперь смотрите. Вот у меня есть эта самая f звездочка фи, которая функция уже на f. Кто она такая? По определению это просто сперва f, а потом фи. Ну что такое f? f — это вот это. Это как наши нитки выражаются как функция от x. Поэтому у меня вот эта самая f звездочка фи, которая у меня на m, значит, это функция от x1 и так далее, xm, это просто наши фи, куда я взял их и выдел их через m. Вот так вот. Это композиция f и f. Тогда что у меня будет, если я x? Вот, да, x у меня пусть он имеет вид, значит, у меня... Значит, у меня... Значит, у меня... Он, значит, у меня имеет координаты вот такие. Вот. Отлично. Вот. Значит, что у меня происходит? Тогда, если я беру, значит, x и применяю первую глобочку фи, у меня получается, что я вот это ставление x витая умножаю, но сейчас мы берем входную х витая от вот этого фи, от y1, от x1 дали xm, от y2 и так далее. Что у меня будет? У меня будет правило дифференцирования сложной функции. Так? Что у меня будет? У меня, значит, здесь будут, значит, самые сытые. Ну, что у меня будет? Смотри, у меня будет производная фи по y какому-нибудь там катому на производную, значит, и век катого по x и так далее. Давайте я тоже объясню, что умножение у нас коммутативное, я это напишу так. Я напишу, значит, здесь, значит, d y kt и на d x i t, значит, на x i t на d в d y к катому. Все это примененное к x. Ну, смотрите, мы хотим взять и получить, значит, дифференциал f в точке а примененный к x, примененный к x. Ну, тогда это значит, что вот это вот, это в точности вот вот это вот. То есть дифференциал f, он устроен вот так. То есть, вы смотрите, если я захочу написать соответствующую там катую координату от дифференциала, то у меня получается вот такая вещь. У меня получается, что... Значит, k, то есть 2 ма, то у меня получается, что, смотрите, я это вычисление делаю в точке а. Поэтому у меня вот это все делается в точке а. Вот, смотрите, что это значит? Это обозначает, что если я теперь опять вспоминаю о том, что у меня вектор, это просто набор координат, то у меня столбец координат умножается на вот эту матрицу, которая просто матрица якобы. Это обозначает, что у вас в координате, что, смотрите, что мы в первой мнении. Ну, во-первых, дифференциал это линейный оператор, это, на самом деле, видно уже из определения того, что вот это равно, значит, этому. Потому что вот эта штука, она, очевидно, удовлетворяет свойства а. Оно линейно по х. То есть это у нас линейное, это линейное отображение, а это его матрица просто, в соответствующий базис. Вот мы сейчас это дело видим. Значит, ну, как бы, можно увидеть из определения то, что дифференциал это линейное отображение, да, а можно увидеть и из этой формы. Он на х это действует линейное отображение. То есть мы получили такое вот усиление. Значит, это линейное отображение, значит, из этого линейного пространства в это линейное пространство, значит, это линейное отображение, значит, матрица которого в базисах, все привыкли к тому, что они пишут матрицу линейного оператора, и линейные операторы действуют из пространства в него же, вам нужен только базис в этом пространстве. Но если вы пишете линейные… Да, сейчас, трудно говоря, операторы – это из пространства в себя. Давайте напишем, что это линейное отображение. Если я пишу линейное отображение из одного пространства в другое пространство, то, чтобы написать матрицу, нужно базис и здесь, и здесь. Значит, в базисах d по dx1 и так далее, d по dxn в t в n, значит, матрица которого в этих пальцах равна матрице е кубе до f от n, и тогда понятно, что наш дифференциал – это просто обобщение того самого дифференциала, которое есть в анализе нескольких переменных. У вас в анализе нескольких переменных, если есть отображение из rm в rn, то у вас дифференциалы – это линейное отображение, у которого матрица матрица е кубе, просто матрица из всевозможных частых производок. А у нас этот факт, он верен в локальных координатах. Вы были координаты в окрестности а, координаты в окрестности е куба, тогда в соответствующих базисах показательных пространствах у нас матрица этого линейного отображения будет вот этим е кубом. Дальше здесь есть один такой очень частный случай, который нам нужно обсудить, который прольет вам свет на кое-что. Давайте рассмотрю теперь частный случай, когда у меня n равно f. Вот у меня, значит, f, теперь у меня, значит, функция из m в f. Здесь у меня есть точка a, здесь у меня есть точка f от a, здесь у меня координаты, значит, x1, xn, а здесь у меня одна-единственная координата, давайте я ее назову t. Причем это вот у меня локальные координаты, а это у меня, значит, стандартные координаты, то есть это просто то самое t, которое у меня есть. То есть у меня f в координатах, это у меня t от x1, xn. Вот так видите, вот там m. Тогда смотрите, что у меня тогда говорит эта самая формула. Она мне говорит, что у меня... Вообще, что у нас такое? Это у меня дифференциал f в точке a, это у меня отображение, значит, здесь касательное пространство к m в точке a в касательное пространство к m, то есть у нас, у линейного пространства всегда можно отрождествить касательное пространство с ним самим. То есть у нас касательное пространство к m, оно естественно изоморфно ему самому. Этот изоморфизм, он очень простой. Вот если у вас здесь есть a, b, b, t, то при этом, значит, соответствие это просто эквивалент на a. Ну, незамысловат это. Соответствие совершенно. Ну, смотрите, тогда у меня дифференциал f это просто число. Значит, от вектор x это просто число. Это число, оно тогда равно вот такой вот штуке. Значит, давайте мы посмотрим на нашу формулу. Вот эти, мне в нашей формуле... А, я её регистрирую. Ну, нужно просто выкинуть d по dt. У меня останется ровно вот такая вот штука. Значит, смотрите, что у меня будет. Вот такая вот штука. Которую я обозначу здесь. Давайте я её временно обозначу. Т у нас это то же самое, что это. Теперь давайте я с вами поговорю кое о чём. Смотрите, вот мы начали смотреть на дифференциал, на дифференциал функции, как на чего-то, что он даёт число. Смотрите, вот пусть у вас есть и x1, и так далее xr, и у нас локальные координаты на m. Смотрите, вот, допустим, у меня x1, это у меня, на самом деле, функция. А на точке сопоставляет её первую координату. Так ведь? Прекрасно. А вы смотрите, что тогда у меня её дифференциал в точке а сопоставит вектору x? Вот, если я посмотрю на эту форму, что у меня будет. Частная производная первой координаты по it, это а и си равно 1, и 0 иначе. Так ведь. Надо смотреть, что будет. Это у меня будет просто левая группенная координата. И так далее. И так далее. У меня dA от x и t от x. У меня будет просто левая группенная координата. И так далее. Насмотрите. Тогда я могу взять и сделать такую штуку. Давайте я не буду сейчас писать букву а. И так далее. Посмотрите. Вот у меня значит альференциал f. Тогда равен. Значит, смотрите. У меня здесь будет стоять dF по dx1. А вместо первой координаты x я напишу просто dx1. Смотрите. Это та формула, которую вы много раз видели в курсе анализа от низких полимерных. И ее часто не понимают никак. То есть люди ее рассматривают как какой-то странный символический способ записать все частные производные вместе в одном урожении. А давайте мы посмотрим на это теперь дело с другой точки зрения. Вот смотрите. Вот если у меня есть v, это векторное пространство, тогда, как вы знаете, у него есть двойственное векторное пространство. Значит, здесь лежат v, значит, у нас векторы. А здесь лежат, давайте я назову вам, x, ковектор. Что такое ковекторы? Ковекторы – это линейные функции набора. Да. Отлично. Теперь смотрите. Вот у меня есть касательный касательный. А давайте я возьму к нему двойственное. У него звездочка по традиции ставится ваттар. То есть это по определению просто пространство двойственное касательное. Его называют по касательное пространство. То есть вот если f, значит, у нас гладкая функция в какой-то окрестности а, то тогда смотри, у нас дифференциал f в точке а у нас, что такое, он вектор сопоставляет число, и это линейное отображение. Так вот. Значит, он у нас действует из касательного пространства, значит, и он линейный. Это обозначает, что у нас дифференциал – это элемент касательного пространства. Так, держи. Очень хорошо. Теперь давайте мы посмотрим дальше. Давайте мы опять вспомним линейную алгебру. В, значит, у вас есть v и есть vcd. Вы смотрите, если вы здесь выбрали какой-то d1, dn, это у нас базис, вы узнаете, что у вас здесь бывают дуальные базисы. Он определяется очень просто. Что у вас такое? Это линейные функции. Если я в эту линейную функцию засуну базисный вектор, то у меня будет встроенная кирова d. Это единица, если и равно же, и ноль в противном случае. Опять смотрите, вот у меня были d под dx1, d под dxn, значит, базис в касательном пространстве. То есть, смотрите, дифференциал любой функции – это элемент касательного пространства. А давайте я посмотрю на дифференциалы координации. А я думаю, что это дуальный партис. Это же очевидно. Потому что, если я применю дифференциал вот этой функции к этому векторному форму, что у меня будет? А у меня будет просто вот такая штука, которая у меня в кроме кировой d. Поэтому, смотрите, у нас дифференциалы от координатных функций, они образуют базис в касательном пространстве. То есть, тогда мы видим, что вот эта вот формула – это просто запись дифференциала в базисе из дифференциал координат. То есть, еще раз, у вас дифференциалы функции в данной точке, они все являются к-векторами. Их можно применять к касательному методу и получать число. То есть, поэтому, значит, мы живем в касательном пространстве. Там есть некоторые выделенные элементы. Если мы выбрали локальные координаты, то у нас есть дифференциалы этих локальных координат. Оказывается, что они там образуют базис, который двойственный к нашему стандартному такому базису в касательном пространстве. Более того, оказывается, что если мы захотим записать дифференциал произвольной функции в этом базисе, то его координаты – это просто частные производства. Поэтому, значит, вот эта вот формула, которую вы учите в курсе «Анамит», это не только там странный набор символов, которые нам служат для того, чтобы им записать на все частные производства. Это не разложение коллектора по базисным коллекторам. Очень хорошо. – Значит так, Гиша Николаевич, я доказал. Тогда давайте мы будем двигаться дальше. – Значит, теперь, что нам хочется сделать? вот уже в анализе мест переменных мы столкнулись с тем, что там есть такая штука, как векторные поля. Мы хотим здесь строить векторные поля. Значит, что такое векторное поле? Значит, в каждой точке многообразия есть у нас касательно этого соответствующие точки. То есть в каждой точке А на Н составляется некоторый вектор, который мы берем в соответствующем касательном пространстве. – Значит, у нас Х – это векторное поле. Но, как вы понимаете, векторные поля, они бывают разные, и нас, так как мы движемся в диффициальной диаметре, мы их не диффицировали, нас интересуют сладкие векторные поля. Давайте я дам вот такое вот определение, что Х – гладкое векторное поле, тогда и только тогда, когда для любой гладкой функции на многообразии Х – Х – Ф – тоже гладкая функция. Смотрите, очень ярко будет. Что это такое? Значит, это какая функция? Эта функция такая, что, смотрите, ее значение в точке А по определению – это вот. Это вы взяли вектор Х от А, который в точке А дифференцировали функцию Ф. То есть в векторное поле, вы в каждой точке имеете вектор, в каждой точке вы дифференцируете функцию Ф, в каждой точке получаете число. Если у вас в каждой точке есть число, это и есть функция. Так мы будем говорить, что гладкое векторное поле… Мы будем говорить, что Х – это гладкое векторное поле. Если для любой функции гладкая ее дифференцирование вдоль Х – это снова гладкая функция. Вот такое несложное утверждение. Значит, что Х – гладкое, функции, когда есть только тогда, когда в локальных координатах Х1, Хn, координаты Х1, значит, Хn, вектор Х – гладкие функции. Ну, давайте туда. Может, у нас для любого Фи с гладкой функцией ХФ тоже гладкая. Давайте я возьму Фи, равную просто координать ХК. Зачем у нас такое будет Х? Х Хитер – это, значит, у нас будет производная, значит, Хитер по всем, значит, Хжитым. У нас Хжитая. Ну, это же у нас будет 0 и Си не равно же, 1 и Си равно же. А это у нас будет просто, значит, Хитер. А она гладкая. Смотрите, значит, если применяя к любой гладкой функции, получая Р гладкая, тогда применяя координатную функцию, получая Р гладкая, но результат применения к координатным функциям – это и есть координата соответствующая. Давайте теперь обратно. Пусть у меня все вот эти Х и они гладкие. Да-да, что такое у меня Х? Не ХФ, потому что я взял вот такую штуку и умножил вот на вот такую штуку. Это гладкая, потому что Фи гладкая. Это гладкая по услугам. Это гладкая, для любых, ну и всё. То есть, смотрите, как я говорю. Всего этого, опять-таки, если вы находитесь в цепи бесконечности и ситуации, можете пользоваться там… Ну, в общем, можете определять гладкой светлой, и так, можете всяко. Это полностью эквивалентно. Теперь мы хотим сделать следующее. Вот, смотрите, у вас есть в аугибре такая штука, как коммутатор двух операторов. Одна АВ, это значит, что я с первого применил В, потом А, А, потом В. Вот, да. Совершенно естественно. Посмотрите, вот у нас векторы и векторные поля, их можно применять в функциях. Вот, смотрите, вот есть у меня Х и В, два векторных фигурья. Смотрите, нам никогда больше не понадобится никакие ветвенные поля, кроме гладких. Ну, давайте я буду опускать слово «гладкая». Если говорить «проверные поля», они будут выбираться «гладкая». Смотрите, я хочу сделать такую вещь. Смотрите, я хочу применить сперва Y к φ, а потом X, и вычесть наоборот, когда этот φ применил сперва X, а потом Y. Фигурья. То есть давайте я возьму то, что называется коммутатор двух вековых поля. Смотрите, это такой достаточно удивительный факт на первый взгляд. Почему? Потому что если я применяю это, а потом это, ну как, здесь у меня получается первопроизводный φ, а потом дефекционный счет мне получается вторым производный φ. Кажется, что вот это все – это какой-то такой сложный дифференциальный оператор, включающий в себя второпроизводные функции счета. Но как мы часто видим, некоторым чудодейственным образом вторые производные сокращаются, строятся только первые. Но мы же знаем, что у нас любой дифференциальный оператор первого порядка – это дифференцирование вдоль ветвенного поля. Это означает, что коммутатор двух вековых полей снова в ветвенное поле. Давайте мы это посчитаем. Значит, пусть у меня, значит, x в координатах у меня устроена в квадрате, а y в координатах у меня устроена в квадрате. У нас есть локальные координаты x1 на xn, а xy имеют амплот вот такие координаты. Ну хорошо. Давайте я посчитаю. Поехали. 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 В этом вычислении нужно на самом деле только правила лепеница. Мне нужно просто дифференцировать, произвести. Что у меня будет? У меня будет такая штука. Здесь у меня будет xe на производную y, и это умножить на dφ . Дальше у меня будет плюс, то я дифференцировал. Здесь у меня были эти самые слега производные 2-го порядка. Здесь я, значит, тоже самое. Дальше. Дальше. Так, так, так. Так, минус тут будет второго порядка, да, чтобы она будет убежить на х и на ответить ее в самые производные. Очень разно. Теперь смотрите, вторые смешанные производные, они равны. Поэтому у меня на самом деле вот эта вещь, вот эта вещь, она равна. Вот эта штука у меня сверка диктал. Теперь я хочу смотреть. Вот у меня здесь g, это просто индекс суммирования, и и просто индекс суммирования. Давайте и переменуем в g, а g переменуем в и. Это ровным счетом ничего не меняет. Тогда у меня получится такая штука. Значит, я меняю здесь, значит, я имею в виду g, а здесь в любую и. смотрите, я напишу d по dx и применю. Смотрите, у меня оказалось, что у меня коммутатор векторных полей, это снова векторное поле с вот такими вот координаторами. Вот так вот. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Хочу дальше тогда рассказать еще одну простую вещь до конца. Это касается уже дифференциальных уравнений, на самом деле, скорее. Смотрите, вот у вас в анализе, если у вас есть надпускность вверхное поле, то у него есть вентагральные клевые. Это такие клевые, что в каждой точке у него вентагральные склевые, что он равен просто вентагральные склевые. Здесь ровно то же самое. Интегральные клевые. То есть вот у вас есть вентагральные поле. И у вас вот есть такие клевые, которые в каждой точке, они касаются следующей векторки. Значит, гамма от T интегральная клевая. Значит, если гамма с точкой от T у нас равна векторному полю Х. А, это инстегральная клевая векторного поля.